Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Продолжаем большую тему Завершение перехода. Ответственность перед близкими. Отец Абсолют. Читает Лора Шереметьева Здравствуйте дорогие мои любимые дети! Сегодня будет необычное послание. Я постараюсь ответить на некоторые ваши вопросы, которые постоянно мучают многих из вас. И пока вы не получите на них ответы, вам будет трудно двигаться дальше. Итак, я вижу, что многие из вас не понимают до конца, что же такое ответственность перед своими близкими. После прочтения моих посланий у вас происходит некая нестыковка между взаимоисключающими, как вам кажется понятиями, такими как, например, безусловная любовь, обретение внутренней свободы, уважение к окружающим и свобода от чужого мнения, растворение негативных эмоций, энергии любви и в то же время необходимость энергетической защиты. Давайте остановимся подробнее на каждом из этих, на первый взгляд, кажущихся противоречий. Начнем с того, что любить своих близких безусловной любовью вовсе не означает полностью растворяться в них, забывая о себе, что чаще всего и происходит с добрыми, искренними и любящими людьми. Этим вы оказываете медвежью услугу не только им, но и себе. Такая любовь не имеет ничего общего с истинной божественной любовью. Отстаивая свою внутреннюю свободу, вы не только начинаете жить своей собственной жизнью, а не чужой жизнью, и тем самым обретаете и ее истинный смысл, но и учите своих близких считаться с мнением других, принимать вас такими, какие вы есть, а значит, учите их безусловной любви. Почувствуйте эту разницу, родные мои. Тогда все станет на свои места, и вас не будут мучить угрызения совести за то, что вы мало заботитесь о близких, не уделяя им должного внимания. То же самое происходит и во втором случае, когда вы безоговорочно принимаете мнение человека, которого очень цените и уважаете. Вы невольно растворяетесь в его мыслях, мироощущениях, жизненных установках, пытаясь слепо следовать им. Именно так и сотворяются кумиры, в результате чего вы опять же оказываете медвежью услугу и себе, и им. Глядя им в рот, вы непременно подпитываете их гордыню, не давая им духовно развиваться, а себя лишаете главного удовольствия и смысла жизни познавать все на своем собственном неповторимом опыте и делая свои собственные выводы, свободные от любого чужеродного вмешательства. И последнее. Почему же трудно ставить энергетическую защиту даже от самых близких людей? Разве недостаточно растворять их негативные эмоции своей любовью? Дорогие мои, эта мера предосторожности будет необходима до тех пор, пока вы не войдете окончательно в пространство пятого измерения, где будет царить одна единственная энергия любви. И где вокруг вас окажутся люди одинаковых вибраций. Тогда вы все будете резонировать друг с другом самым естественным образом. Но пока вы живете в трехмерном мире, такого единства не существует практически ни в одной семье. Поэтому, чтобы снивелировать разницу в вибрациях, необходимо ставить энергетическую защиту, которая убережет вас от вторжения в ваше личное пространство чужеродных низковибрационных энергий, а ваших близких убережет от энергетической передозировки, которой они еще не готовы. Надеюсь, родные мои, что эти разъяснения помогут вам двигаться вперед, развеяв все ваши сомнения и придав им уверенности в правильности выбранного пути. И я благословляю вас на это, любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, Приняло Марта, вы прослушали тему Ответственность перед близкими.